Ну что, давайте начинать потихоньку. Мы сегодня начинаем новую большую тему, посвященную разным нейросетевым алгоритмам. Продолжение следует... Я думаю, про нейросети все слышали. Давайте разбираться, что это такое и как они работают. С нейросетями вообще веселая история, потому что их придумали на заре всей этой деятельности. В 60-е годы появилось что-то похожее на первые нейросети. Но примерно до 2014 года это был такой немножко странный объект, потому что, с одной стороны, были люди, которым нейросети нравились, а с другой стороны, на практике в основном использовались другие методы, потому что нейросети как-то не очень работали. Ну, то есть теоретически они могли работать, там были написаны соответствующие алгоритмы, было понятно, как их обучать и так далее, и так далее. Но на практике как-то люди пользовались всеми другими методами, какими-нибудь support vector margins и так далее, в том числе в тех областях, в которых сейчас нейросети полностью захватили все пространство, например, в обработке изображений. Примерно в 2014, может быть, чуть пораньше, люди научились запускать нейросети на графических процессорах, ну, собственно говоря, на графических карточках, которые используются для компьютерных игр. И оказалось, что если нейросеть имеет правильную архитектуру, что это означает, мы обсудим, и если у вас достаточно много данных и достаточно быстрый компьютер, то можно добиться результатов, которые до того невозможно было добиться никакими технологиями, которые тогда существовали. И вот так нейросети, долгое время находясь в некотором таком состоянии чего-то довольно маргинального, вдруг оказались самым-самым главным мейнстримом и, в общем, создали ту революцию, благодаря которой во многом у нас сейчас, например, есть этот курс, потому что к нему, ко всей тематике, связанной с машинным обучением, возник очень большой интерес. Давайте поговорим немножко про нейросети. Тут как бы можно немножко по-разному, наверное, про это рассказывать. Я думаю, я про нейросети, думаю про идею, которая за ними стоит, про некоторую философию. Думаю, в таком ключе, что... Вот смотрите, у нас бывают разные задачки, есть какие-то методы их решения. Допустим, у нас есть какая-нибудь зависимость х и у, и, например, эта зависимость... Например, эта зависимость вот такая. Какая-нибудь вот такая зависимость. И вы хотите научиться... Ну, давайте я ее все-таки немножко зашумлю, что так совсем неинтересно. Вы хотите научиться предсказывать y по x. Ну, что вам можно сделать? Вы можете взять какую-нибудь стандартную модель и запустить эту модель на этих данных. Например, линейную регрессию. У нас задачка регрессии, задачка предсказания вещественного значения y. Давайте возьмем линейную регрессию. Ну, а что вам сделает линейная регрессия? Линейная регрессия вам зафитит какую-нибудь вот такую вот прямую. Хорошие это предсказания? Ну, как-то не очень. А как можно было бы сделать предсказание получше? Вот, допустим, если мы в целом хотим оставаться в классе методов типа линейных, ну, то есть там не использовать какие-нибудь деревья или еще что-нибудь в этом роде. Но хотим сделать предсказание получше. Что можно сделать? Значит, как? Лучше научиться предсказывать. Есть какие-нибудь идеи? Для вот этой задачки? Для тех данных, которые я нарисовал? Ну, это немного тупо, но если мы хотим остаться в классе линейных и такую штуку предсказывать, то можно делать замену переменных. Да, совершенно верно. Это как раз хороший метод. Это как раз ровно то, что я имею в виду. Значит, KNN... Ну, KNN сейчас не хочу, потому что я хочу линейную модель все-таки. KNN — это не линейная модель. Действительно, можно как бы остаться в классе линейных моделей, но сделать... Создать дополнительную переменную. Сделать то, что называется фичи-инжиниринг. То есть это означает, что мы, допустим, глазками посмотрели на наши данные или применили какое-то domain knowledge, какое-то знание о том, как устроен мир, как устроено генерирование этих самых данных. И пришли к выводу, что вот хорошо бы, что наша зависимость не похожа на... Зависимость Y от X сама по себе не похожа на линейную, а похожа... На что похоже эта зависимость? Ну, на квадратичную. Значит, похоже на... Y равняется W0X плюс... Ой. Значит, можно посмотреть глазками и заметить, что зависимость нелинейная, а похожа на квадратичную. Это означает, что нам лучше зафитить не... Y равняется W0 плюс W1X, а что-то повеселее. возьмем модель... Возьмем модель Y равняется W0 плюс W1X плюс W2X квадрат. Да, квадрат. Значит, за фити мы получим какую-то другую криволину. Ну, вот она будет вот такая, какая-то, и будет гораздо лучше соответствовать нашим данным. Ну, смотрите, тут может возникнуть вопрос, почему я тогда говорю, что моя модель линейная, если в ней есть квадратичная слагаемая. Но если думать про зависимость Y от исходного X, то, конечно, эта модель не является линейной. Здесь возводим X квадрат. Но если думать о том, что X квадрат — это просто дополнительный столбец, вот как бы у нас есть данные, у нас есть столбец X, а мы взяли и создали по этому столбцу X еще один столбец с X квадратом, то такая модель становится обычной линейной регрессией просто с двумя переменными. Ну, или с тремя, если считать, что у нас есть еще столбец, который состоит из единицы. Вот. Так что вот такая модель по-прежнему является линейной, но относительно новых переменных, относительно новой переменной, значит, относительно нового набора переменных, когда мы добавляем переменные X квадрат. И это такой типичный случай. То есть вот этот пример, он довольно искусственный, но это, в принципе, довольно типичный случай в машинном обучении, когда у вас есть какие-то данные, вы хотите применить к ним какой-то метод, но ваш метод к этим данным применяется плохо. Зато вы можете как-то, используя какие-то дополнительные знания, используя там свой опыт, глядя на какие-то графики и зная какие-то вещи про реальный мир, про такой построенный реальный мир, вы можете на основе своих исходных данных создать какие-то новые фичи, новые столбцы, и после этого ваш метод станет хорошо работать. Это называется фичи инжиниринг. Возможно, вам на семинарах уже про это что-нибудь говорили, и, по крайней мере, мы выкатили соревнования для вас, и там основная идея как раз будет состоять в том, что вам нужно не столько придумывать какие-то хитрые алгоритмы, алгоритмы все более-менее стандартные, хотя вы можете пробовать придумать что-то свое, но там основная идея состоит в том, чтобы вам нужно придумать какие-то новые признаки, которые были бы более осмысленными с точки зрения той задачи, которую вы решаете. Это типичная история. Но тут есть проблема. Кстати, а вот скажите, давайте проверим, а вот почему бы мне всегда не добавлять, помимо переменной х, помимо любой переменной, добавлять еще там квадраты этой переменной, или там произведения всех переменных, или там кубы всех переменных, добавлять так, к любой задаче добавляют очень много признаков, вот так вот сгенерированных. Почему нельзя так делать всегда? Много шума, да. Значит, чем, как бы, идея такая, чем более гибкая наша модель, тем сильнее она подстраивается под наши данные, в том числе под шум в данных, тем больше разброс предсказаний. Ну, можете как-нибудь ради эксперимента взять какие-нибудь зашумленные данные и свитить очень, значит, многошленной очень большой степени под эти зашумленные данные. Многошлен очень большой степени имеет тенденцию хорошо подстраиваться под данные, но при этом результат у вас будет какой-нибудь такой. Допустим, вот если я на этой картинке буду видеть какой-нибудь дико большой, многошленной дико большой степени, он может выглядеть как-нибудь вот так, вот его график. Он под данные хорошо подстраивался, но в промежутках между данными ведет себя как-нибудь совершенно безумным образом. Вот. Ну, это такое некоторое отступление. Итак, возвращаясь к нейросетям, какая идея? Идея такая, мы хотим автоматизировать фичи инжиниринг, автоматизировать создание новых признаков на основе старых признаков. Ну, что такое новые признаки? Новые признаки — это просто какие-то функции от старых признаков. Поэтому, в общем, мы хотели бы иметь какую-то такую архитектуру, что вот у нас есть какие-то исходные признаки x1 и так далее, xd. Значит, это вектор исходных признаков, которые соответствуют одной строчке в нашей таблице. Значит, вот у нас есть таблица, в ней есть, в общем, такие строчки. Вот. Здесь, допустим, возят x n1 и так далее, xnd. И здесь будут какие-то y. y1 и так далее, yn. Значит, я верхним индексом сейчас нумерую... Значит, это мои данные. Верхним индексом я нумерую объект, а нижним нумерую признак. Значит, вот у меня есть какой-то мой исходный вектор признаков. Я его как-то с помощью какой-то функции преобразую в какой-то другой вектор признаков. Ну, давайте я как-нибудь его обозначу. Допустим, z1 и так далее, z, там, d' штрих. Размерность этого нового признакового пространства может быть другой. И после этого вот к этому новому признаковому пространству применяю какой-нибудь стандартный метод машинного обучения, например, линейную регрессию или логистическую регрессию. и получаю уже вектор ответов. Или, допустим, один ответ. Ну, в общем случае вектор. y1 и так далее. y, ну, давайте еще какую-нибудь переменную без двумя штрихами. Значит, это исходные признаки. Это новые признаки. это предсказание. И идея такая, что до сих пор у нас вся модель была устроена таким образом. вот здесь, на этом уровне использовали машинное обучение, а вот на этом уровне использовали какое-то экспертное знание. То есть за эту часть отвечал человек, а не машина. Идея нейросети состоит в том, что вот эту штуку тоже можно обучать автоматически с помощью тех же самых методов машинного обучения. И на самом деле вот эту картинку можно продолжать. То есть можно сказать, что у нас будут не два таких перехода, а несколько переходов. У нас будет несколько промежуточных состояний, несколько промежуточных представлений, и вот такая композиция этих преобразований. и все будет обучаться автоматически без использования экспертного знания. Такая идея. Давайте посмотрим, как она устроена в архитектуре, как у нас должно быть все устроено. Стандартная картинка про нейросети выглядит примерно так. вот у нас есть какие-то входные данные. значит давайте x1 x1 x2 и так далее xn здесь не n, а d давайте я скажу здесь, что это x1 x2 и так далее xd1 а дальше мы делаем такую штуку значит создаем промежуточный слой допустим вот такой давайте я этот слой как-нибудь тоже назову давайте смотрите я сейчас должен немножко немножко использовать другие обозначения значит вот здесь я верхними индексами обозначал объект а сейчас номер объекта вот этими верхними индексами а сейчас мне те же самые верхние индексы нужны для того чтобы обозначать номер слоя поэтому я немножко сделаю идеологически неправильную вещь а именно давайте я вот эти вот индексы куда-нибудь делу допустим перенесу их вниз вот так вот я буду делать здесь я буду верхним индексом обозначать номер слой значит вот у нас есть входной слой ну давай считать что это нулевой слой я здесь просто поставлю нули это на самом деле мои входные данные значит это просто просто входные данные дальше вот эта штука это какой-то первый промежуточный слой x первая первая x вторая первая и так далее x d вторая давайте здесь я тоже поставлю ноль чтобы все индексы сходились и тогда здесь будет d первая дальше я говорю что у меня значения в этих промежуточных нейрончиках будут вычисляться таким образом это просто взвешенная сумма значение на каждом предыдущем нейроне взятое с весами значит для весов нужно тоже придумать какое-то обозначение давайте я буду говорить что это веса w1 здесь пусть будет 1 1 здесь пусть будет w1 допустим 2 1 это пусть будет w1 d 0 1 и так далее то же самое то же самое со всеми остальными нейрончиками значит например ну давайте я вот этот штука относится к вот этой палочке а например к вот этой палочке относится w d0 2 1 и так далее то есть я здесь могу этих палочек много нарисовать значит каждый каждый новый нейрон каждый нейрон вот этого второго слоя связан со соответствующим со всеми нейронами первого слоя значит вот у нас второй слой значит это называется скрытый слой в данном случае первый скрытый слой дальше можно эту картинку продолжать значит можно нарисовать второй слой а размерность слоя мы сами задаем сами задаем да это часть это часть архитектуры значит я рисую довольно общую такую картинку значит вот у нас есть еще один слой и здесь тоже всевозможные связи давайте буду рисовать все-таки кружочки как обычно вот тут будут всевозможные вот такие связи ну и допустим я в конце концов хочу все-таки получить какое-то предсказание допустим я хочу получить здесь будет один у хотя в принципе у может быть тоже много но допустим я хочу получить у и здесь будет какая-то вот такая штука соответственно вот здесь например будет вес дубль в значит что это такое дубль в один один второй вот такая картинка значит я пока просто описал связи которые у нас тут есть давайте посмотрим как теперь определяются значения значит вот в каждой этой точечке в каждом этом кружочке который называется искусственным нейроном в процессе вычислений вот допустим что у нас уже есть обученная нейросеть обученная это означает что вот эти веса каким-то образом заданы тогда значения в каждой значит в каждой вот этом в каждой этой промежуточной точечке определяется по значениям в предыдущем слое и определяется оно таким образом значит давайте сделаю себе побольше места значит мы просто берем вот у нас есть у нас есть конкретный какой-то нейрончик значит в него входят какие-то входы с какими-то весами значит пусть это нейрончик x на каком-то слое l с индексом g и соответственно здесь будут v l 1 g v l 2 g и так далее значит это веса я пишу v l d l минус 1 g значит утверждение такое x g t l t это есть просто взвешенная сумма с вот такими весами на значение в предыдущем слое x l-1 так здесь должна быть сумма по и тому же тому и суммирование по i по i от 1 до d l-1 значит если бы я использовал бы вот такую формулу всюду то у вас могла бы возникнуть у вас мог бы возникнуть вопрос ну вот смотрите значит та формула которую я написал она что задает она задает какую-то линейную зависимость вот этих новых x от старых x в принципе по большому счету это просто умножение на матрицу если на эту формулу посмотреть то это ровно формула умножения на матрицу сейчас мы эту матрицу выпишем матрицу с коэффициентами вот с такими в чем проблема с таким в чем проблема с такой идеей почему это выглядит довольно бессмысленным то есть сам себе такая формула выглядит не бессмысленным а вот вся вот эта вот сложная конструкция с несколькими слоями выглядит бессмысленной почему как вы думаете да азат совершенно прав значит если мы если у нас каждый из этих переходов линейный то у нас просто композиция линейных отображений ну и чего композиция линейных отображений это линейное отображение мы по-прежнему остались в классе линейных систем какой в этом смысл поскольку мы хотим сделать что-то добавить какие-то нелинейности ну вот как в примере вот здесь с параболой мы добавили какое-то как бы слагаемое которое на самом деле нелинейным образом зависело от исходного от исходного признака соответственно мы хотели бы чтобы наши отображения были бы тоже нелинейными как это сделать ну делают так берут и просто вот на эту сумму которую я написал просто навешивают какую-то нелинейность функцию фи всего этого дела значит фи это какая-то нелинейная функция вот и собственно говоря все я определил после этого что такое нейросеть ну то есть чтобы задать чтобы задать конкретную нейросеть конкретную архитектуру ну вот в данном случае для конкретно вот такой вот архитектуры которую я сейчас нарисовал где каждый слой в каждом слое каждый нейрончик связан со всеми нейрончиками предыдущего слоя для того чтобы такую штуку задать мне нужно задать размерности всех промерзочных слоев их количество сколько их вообще у меня есть и задать вот эту функцию фи после этого архитектура задана и понятно чего у меня за модель написана вот ну на практике на самом деле вот та картинка которую я сейчас нарисовал на практике не так чтобы активно использовалась потому что потому что есть лучшие архитектуры которые приспособлены для работы с специфическими данными например с картинками для картинок используется другая более хитрая архитектура которая ну в некоем смысле является некоторым упрощением вот этой архитектуры но как бы как правило начинают с этой просто потому что ее проще объяснить хотя на самом деле они почти никогда такого типа такого типа нейронки как правило не используются ну по крайней мере как правило их не делают достаточно такими глубокими вот окей давайте да теоретически вот эта функция фи теоретически они могут быть разные на разных слоях давайте я напишу что эта функция фи относится к конкретному слою пусть это будет тоже фи лт какие именно нелинейные функции используются ну вот на удивление в данный момент в качестве нелинейной функции популярна вот такая она имеет громкое название relu rectified linear unit значит это просто relu от x это просто максимум из x и 0 вот сейчас такая функция наиболее популярна на заре всей этой деятельности были популярны функции типа сигмоиды как в логистической регрессии использовались сейчас такие функции как правило не используются в качестве вот этих функций фи по некоторым причинам которые я чуть попозже про которые я поговорю значит вот эта функция фи называется значит вот эта штука называется функция активации вот оказывается что вот такая простенькая функция relu в принципе вполне достаточно для того чтобы эти самые неранки обучать давайте давайте я еще запишу всю нашу формулу в матричном виде просто потому что приятно приятно работать с матрицами значит давайте посмотрим чего это за произведение тут такое написано значит сумма по и тому же и тому допустим если я если я сейчас напишу матрицу значит я хочу сказать что сделаю себе вот эту штуку поменьше ой значит давайте смотреть если у меня есть вектор x l значит xl первых и так далее xl d первой это есть некоторая матрица на вектор xl минус первых первых и так далее xl минус первых d l минус первой значит как что я должен написать в этой матрице и я умножаю значит у меня будет здесь первый индекс меняется по строчке нетипичным образом значит будет такая матрица w1 сейчас нет нет или второй все-таки индекс будет меняться по строчке значит w1 1 l значит мне нужно чтобы у меня последняя была бы w1 ну да все правильно этот индекс меняется w1 d l минус первая l и так далее вот такая матрица здесь получается давайте я эту матрицу как-нибудь обозначу пусть это матрица w w l и у меня получается такая зависимость x l x l это есть фи от матрицы w l x l минус первое на самом деле как правило здесь добавляют еще константное слагаемое давайте я его тоже напишу плюс b lt значит это бас значит это просто тоже какой-то вектор параметров но это как в обычной линейной регрессии мы можем записывать что у нас есть соответствующий столбец значит из единиц а можем считать что у нас просто в модели есть дополнительный вес w0 ну вот значит вместо этого веса w0 здесь добавляется слагаемая которая вот так называется соответственно теперь фи у меня действует на векторы но действует оно поэлементам значит вот эта штука это просто поэлементное применение фи ну и собственно говоря все то есть фактически фактически представьте себе что у меня не было бы вот этой самой функции фи и был бы только один слой то есть у меня не было никаких промежуточных слоев тогда моя модель была бы просто обычной линейной регрессией значит разница в том что я добавляю вот эту переменную значит разница в том что я добавляю вот это поэлементное применение фи ну давайте я скажу что это фи и и и добавляю и добавляю несколько слоев и все вот вот так устроена так устроена эта самая нейросеть по крайней мере так она предсказывает результат пока что я не обсуждал как ее обучать понятно ли как она устроена если вопросы значит давайте поговорим про то как обучать нейросети во первых что значит обучить нейросеть обучить нейросеть означает что мы просто хотим научиться значит находить вот эти самые веса ну или в более общем случае веса и вот эти векторы b вот эти bias тоже параметры модели вот мы их хотим научиться находить таким образом чтобы наша нейросеть там наилучшим образом предсказывала бы y по x на основе тех данных которые у нас есть как это делается ну в общем-то как обычно мы уже обсуждали что есть всякие разные более-менее универсальные методы оптимизации есть градиентный спуск есть техотический градиентный спуск есть его всякие расширения всякие моментумы адамы и прочее вот но я буду говорить в первую очередь про техотический градиентный спуск потому что на самом деле на практике используются более сложные алгоритмы но про техотический градиентный спуск понятно как объяснять значит на техотический градиентный спуск у вас уже была домашка вам не нужно рассказывать что это такое вы были вынуждены это узнать в любом случае вот почему именно стандартический градиентный спуск используется в нейросетях изначально это было соображение связанное с производительностью дело в том что когда у вас очень много параметров вам очень трудно долго считать градиенты по всем параметрам и это приводит к тому что считать полный вектор градиента ужасно дорого по всем наблюдениям и оказывается что мы можем пожертвовать точностью для того чтобы заполучить более дешевый более быстрый более быстрый вычисление градиента будем вычислять градиент примерный но за счет того что мы сможем это сделать в 10 тысяч раз быстрее или в 100 тысяч раз быстрее значит благодаря этому мы можем быстрее обучать нашу модель оказывается что такой трейд-офф между точностью градиента и скоростью его вычисления он оказывается в пользу скорости вычисления да я сказал про то что у модели много параметров на самом деле конечно причина того что полный градиент считать очень сложно не только в том что у модели много параметров это не так важно а важно то что как правило нейросети из-за того что у них много параметров для того чтобы их хорошо И поэтому это означает, что когда вы будете читать полный градиент, у вас будет очень много слагаемых в полном градиенте. Каждому элементу данных соответствует своя слагаемая. И это будет очень затратно. Так или иначе, для того, чтобы использовать градиентный спуск, нам нужно уметь находить градиенты. Давайте посмотрим, как это делается. Вот у нас есть наша архитектура. Какая-нибудь вот такая. Значит, вот это результат, это Y. И дальше у нас есть какая-то функция потерь. L от Y, Y с крышкой. И мы хотим найти градиент функции потерь. Значит, давайте считать, что у меня все мое отображение из XO в Y задается как какая-то F от Y. Это F параметризовано параметром, который я условно называю W. Значит, W — это весь набор моих параметров. То есть это есть W1 и так далее, W. Значит, пусть у меня L слоев. Нет, пусть у меня, допустим, L большое слоев. И дополнительно есть еще B1 и так далее. B1, B1, L. Значит, это полный набор параметров, которые характеризуют нейросеть. Значит, все параметры. Все веса и байсы. И я хочу научиться находить вот такую штуку. Значит, я хочу научиться находить градиент моей функции потерь по всем параметрам модели. Ну, давайте я сейчас не буду сильно думать про вот эти биосы. Давайте я буду думать про веса. Значит, вот у меня есть Y. Значит, этот Y поступает на вход функции потерь. Как мне посчитать какую-нибудь производную, какого-нибудь параметра? Ну, например, вот здесь у меня есть параметр W. Значит, какой-нибудь здесь пусть будет. Это первый, это второй. Значит, пусть будет W третий, первый, первый. Значит, допустим, я хочу найти... Значит, DL ODW113. Ну, как это сделать? Ну, в общем, мы знаем теорему про производную сложной функции. Значит, мы знаем, что наш Y... Это есть такая сумма... Значит, это есть какой-то FI третий от... Значит, это у меня будут X второй, первый, X второй, второй, X второй, третий. Значит, это есть FI третья от такой суммы. X один, второй, W один, один, третий, плюс X2 второй, W2, один, третий. Сейчас. Все-таки я неправильно формулу написал. Вы меня не поправили, кажется. Где-то я неправильно формулу написал. А, я неправильно написал вот здесь эту формулу. Точнее, эта формула не соответствует вот этой картинке. Правда или неправда? Или соответствует? Нет, вроде бы соответствует. Тогда эта формула не соответствует следующей формуле. Смотрите, значит, эта формула не соответствует вот этой формуле. Потому что в этой формуле при суммировании меняется первый индекс, а здесь у меня при суммировании меняется второй индекс. А вы меня не поймали. Почему вы меня не поймали? Да. Значит, давайте я это исправлю тем, что напишу здесь транспонирование. Ну, возможно, еще где-то L нужно заменить на L-1. Но не буду этого делать. Не очень важно. Значит, возвращаемся сюда. Что у нас здесь получается? Хорошо. x23 на W3-1-2. Вот такая штука. Значит, теперь, если я хочу посчитать производную DL по DW3-1-1, то это означает, что мне нужно найти производную DL по DW3-1-1-1-3. И все. Значит, при этом DL по DW3-1-1-1-3 – это есть просто… И с формулы ниже видно, что это есть просто Dφ3-1-1-1-3 – это есть просто… Ну, или давайте как-нибудь по-другому напишу этот аргумент для FI, что называется Z. Z и умножить на… На что? Значит, на что нужно умножить, чтобы получить правильный результат? Значит, я считаю, что у меня Z – это просто переменная, от которой зависит FI3. X1-1-2. Да. Значит, у меня производная Dφ3 по DZ на DZ, то есть вся вот эта сумма, по W1-1-1-3, то есть по вот этой штуке. Это и есть X1-2. Вот. Окей. Так мы можем найти производную вот по… по вот этой штуке, по вот этому весу. Ну, хорошо, это было вроде просто. Допустим, теперь, что я хочу найти производную… Ну, понятно, что таким же образом я могу понаходить все производные по всем вот этим весам, по всем весам на последнем слое. Это просто. Давайте теперь посмотрим, как найти производную по какому-нибудь весу вот здесь, на вот этом слое. Давайте возьмем какую-нибудь здесь буковку. Значит, это пусть будет W1-1-2. И теперь я хочу аналогичным образом найти производную по… Так, давайте я перерисую просто эту картинку себе, точнее, просто скопирую ее. Значит, допустим, я теперь хочу найти DL по DW1-1-2. Значит, что мне для этого нужно сделать? Это есть DL по DW1-2 с крышкой умножить на… Значит, мне нужно понять, как у меня вот этот Y зависит от вот этого веса. Ну, как он зависит от этого веса? Мне нужно посчитать такую штуку. Значит, чтобы найти зависимость от вот этого веса, мне нужно понять, как Y зависит от вот этой переменной. И, соответственно, это и будет… Давайте я формулу напишу. Значит, DL по DW1-1-2 на DW1-1-2. Так, правильно, не ошибся я. Значит, это тоже легко считается. Значит, поскольку у нас есть явные формулы, мы все можем довольно легко продифференцировать. Давайте чуть более сложный пример. Давайте, допустим, что мы дошли до вот этого первого слова. Хотим найти зависимость от W1-1-1. Значит, DL по DW1-1-1. Это, опять же, это есть DL по DW с крышкой умножить. Но тут сейчас будет все более хитро. Потому что, смотрите, значит, у нас вот этот вес, W1-1, он влияет на значение вот этого нейрончика. Но вот этот нейрончик, он одновременно влияет на все три нейрончика вот в этом слое. И все три нейрончика в этом слое влияют на Y. Поэтому тут нужно действовать чуть более аккуратно. А именно здесь нужно будет найти сумму… Значит, DY по DX2 и тому умножить на производную DX2 и 2 по… DX2, значит, вот это называется X1-1. И все это нужно умножить на производную DX1-1 по DW1-1-1. В принципе, понятно, что все эти производные можно посчитать. Значит, если мы знаем, как устроена функция φ, как устроена функция активации на каждом слое, то, в общем, у нас возникает такая довольно техническая задачка – посчитать все эти производные. Оказывается, что эти производные разумно считать именно так, как я сейчас объяснял, то есть двигаясь, начиная от самого последнего слоя, от вот этих производных, и возвращаясь сюда. Но дело в том, что вам на каждом шаге, вам нужно уметь считать производные. Ну вот, например, после того, как мы посчитали… Значит, сначала нам нужно посчитать производные Y по вот этим переменным, по вот этим переменным. Потому что нам нужны производные по вот этим переменным для того, чтобы найти производные по вот этим переменным. Потому что эти влияют на вот эти. После этого вам нужно будет найти производные Y по вот этим переменным. Опять же, для этого вы используете какие-то производные, которые были найдены вот здесь, на вот этих шагах. После этого вам нужно найти производные Y под эти переменные и так далее. Вот этот процесс вычисления, благодаря тому, что вы на самом деле для того, чтобы посчитать вот эти производные, используете на самом деле какие-то вот эти производные, вам выгодно считать именно в этом порядке и запоминать промежуточные производные, которые вы здесь нашли. Значит, вот эта идея о том, что нужно начинать считать с конца, она называется backpropagation, обратное распространение ошибки, или на сленге backprop. И это тоже была одна из таких важных идей, благодаря которым удалось сделать нейросети достаточно эффективными. Но тут нужно понимать, что эта идея скорее такая алгоритмическая, то есть люди придумали, как достаточно эффективно запрограммировать вычисления этих производных, а не столько математическое, потому что с точки зрения математики это, ну, значит, производная сложная функция, она и есть производная сложная функция, и это, так сказать, придумали несколько сотен лет назад. Вот. Значит, дальше после того, как мы научились считать все вот эти градиенты, дальше применяем стихотический градиентный спуск или какие-то его улучшения, и все, мы умеем обучать любую нейросеть. Понятно ли эта идея? Понятно ли, как это работает? Так, задайте какой-нибудь вопрос, если что-нибудь сейчас непонятно. Ладно, вроде бы вопросов нет, поехали дальше. Значит, следующий вопрос, который нужно обсудить. Ну, хорошо, вот мы придумали такую архитектуру. Почему, собственно говоря, думаем, что эта архитектура хорошая? Наш исходный пафос состоял в том, что мы сейчас придумаем какую-нибудь такую архитектуру, которая позволит нам не заниматься вручную таким вот фич инжинирингом, которая позволит нам автоматически идентифицировать как бы тип зависимости, который у нас есть, даже если эта зависимость, например, нелинейная, и применять то, значит, выучить ту зависимость, которая есть на самом деле, даже если она нелинейная. Почему мы считаем, что мы можем выучить таким образом вообще любую зависимость? Ну, вот есть теорема о том, что на самом деле, если взять вот такую архитектуру, то даже с одним промежуточным слоем и с функцией потери лилу можно сделать, можно получить, приблизить с помощью вот такой архитектуры, просто подбором весов, можно приблизить любую функцию. Ну, правда, вам, возможно, понадобится взять довольно много нейрончиков в промежуточном слое. Я сейчас не буду доказывать, как бы, наиболее мощный результат в этой области, а я сейчас попробую на пальцах доказать довольно простую версию. Значит, поэтому я разрешу себе использовать не один промежуточный слой, а два промежуточных слоя. Значит, утверждение, да. Давайте я сейчас скажу, что я сейчас тут говорил слово нейросеть-нейросеть, но, как я уже сказал, вот такая архитектура – это только одна из возможных архитектур. И у нее есть специальное название. Значит, эта штука называется «Многослойный персептрон». Другое название – это dense network. Денз, потому что у нас каждый нейрон здесь связан со всеми нейронами здесь. Утверждение – многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями и функцией relu в качестве активации при достаточно большом количестве нейронов во внутренних слоях. может приблизить любое отображение как угодно хорошо. Любое непрерывное отображение. Ну, давайте для простоты я сейчас буду работать только с R1, R1. Значит, а именно у меня такая картинка. Значит, вот так. У меня есть единственный вход X, X-ноликовый. Значит, здесь дальше какие-то промежуточные слои. Их у меня два. И после этого есть Y. Значит, вот оказывается, что я могу таким образом приблизить любую непрерывную функцию Y от X. И вот так. Значит, на последнем слое, да, очень хороший вопрос. На последнем слое relu не используется. На последнем слое, значит, вот здесь, вот здесь у нас никакой функции активации нет. Потому что иначе мы бы, иначе бы у нас Y был бы обязательно только положительным, а мы такого ограничения вводить не хотим. Значит, если у нас есть задачка регрессии, то вот здесь никакой функции активации нет вообще. Если у нас есть задача классификации, то там нам нужно, чтобы Y был от нуля до единицы, и там в качестве функции активации как бы на самом по себе Y используется значит, используется функция softmax, которую мы когда-то обсуждали, когда обсуждали логистическую регрессию многоклассовую. Она загоняет все Y в множество от нуля до единицы. Вот. Но сейчас, значит, у нас вот здесь, значит, вот здесь у нас есть relu, а дальше нет. Вроде так. Сейчас посмотрим. В худшем случае я еще один слой в себе дорисую, если у меня сейчас не получится сделать так, как я хочу. Но вроде должно получиться. Смотрите. Значит, чего я хочу? Какая идея? Хотим приблизить ступеньку. вот такую штуку. Давайте даже вот так считать. Значит, мы знаем, что вот такими функциями, как я сейчас нарисовал, можно приблизить любую, значит, линейная комбинация вот таких функций, можно приблизить любую непрерывную функцию. Значит, таким образом, наша текущая задачка это научиться приближать вот такую штуку. Ну, давайте попробуем это сделать. Значит, вот у нас есть чего мы можем делать. Значит, на первом слое давайте еще разрешим, значит, помимо иксов, еще разрешим байсы, потому что они мне сейчас тоже понадобятся. Значит, вот я просто добавляю еще один вход, который называется просто единица, и мы его тоже будем как бы добавлять в нашу модель. Значит, это вот здесь будут байсы. Значит, чего можно сделать? Ну, во-первых, можно умножая, значит, вот если у меня, например, вес, скажем, вот этот вес единица, то в качестве значения нейрончиков вот здесь в качестве значения вот этого нейрончика, я просто использую, получится просто обычный лилун. Если здесь вес не единица, то здесь можно получить как бы любую функцию такого типа. Значит, на первом слое можно получать вот функции функции какого-то такого вида. Значит, так, а потом вот так. я могу произвольно образом выбирать угол наклона и произвольно образом двигать эту штуку вправо-влево благодаря выбору соответствующего веса и соответствующего байса. Значит, вот эта точка контролируется. вот эта штука контролируется, наклон контролируется весом. Да, видимо, мне понадобится еще один слой. Давайте я его дорисую. видимо, вот так мне нужно. Может, и не понадобится. Значит, какая дальше идея? Вот у меня есть... А, нет, наверное, не понадобится. Вот у меня есть вот такие функции на первом слое. Дальше. Я могу их как угодно комбинировать, потому что у меня на второй слой идут какие-то линейные комбинации вот этих вот штук из первого слоя. Значит, на второй слой я могу подавать на вход какие-то комбинации из вот этих вот штук. Ну, давайте возьмем и просто две такие функции, скажем, вычтем одну из другой. Вот у меня есть одна такая функция. У меня есть другая такая функция. Значит, вот это у меня пусть будет Psi1 это Psi2. Функция Psi1 минус Psi2 будет выглядеть вот так. Правильно? При этом наклон наклон вот этой штуки я могу как угодно контролировать. я могу ее сделать. Это может быть такая почти вертикальная штука. и таким образом я могу в качестве штук, которые подаются на вход второму слою вот сюда подавать любые вот такие функции. Какая следующая идея? Что дальше можно сделать? на вход вот этому слою подаются вот такие вот функции. Взять минус значит где взять минус какой минус? ну можно голосом сказать ну за счет минуса перевернуть картинку и если мы возьмем рилу то получится как раз таки вот этот букарок который мы хотим приблизить. Ну да значит на самом деле мы хотим сделать вот что значит я могу с помощью значит выбирая выбирая веса вот здесь я могу заставить на вот этом нейрончике получить значит сейчас выбирая веса вот здесь я могу я могу подать например на вот этот нейрончик комбинацию из вот таких вот из на самом деле четырех таких функций но это все равно что подать подать вот сюда вот комбинацию из двух вот таких функций а именно я могу теперь взять две такие функции и тоже вычесть одну из другой значит получается такая штука вот у меня есть такая функция у меня есть вот такая функция а дальше я вычитаю одну из другой и получается вот такая штука и опять же вот этот наклон я могу делать как хочу ну и собственно говоря все значит после этого я приблизил значит у меня в качестве выхода в качестве выхода вот этого второго слоя может быть любой вот такой вот любая вот такая штука которая хорошо приближает вот эти штуки ну там я не сказал в каком смысле хорошо приближает но раз но раз я говорю про непрерывные функции значит давайте считать что у меня просто c1 топология просто хочу в c1 приближать не c1 c0 значит и вот такие штуки хорошо приближают такие штуки а дальше соответственно их комбинация в достаточном количестве за счет того что у меня здесь много нейрончиков я могу брать с произвольными весами вот здесь сделать комбинацию вот таких штук и таким образом приблизить любую непрерывную функцию значит таким образом видно что на самом деле нам RELU хватает по крайней мере для того чтобы приблизить любое отображение из R1 в R1 значит если выходить отображение не из R1 в R1 например из R2 в R1 то вам нужно будет немножко усложнить эту конструкцию но на самом деле добавлением еще одного слоя можно сделать из вот такой конструкции можно сделать конструкцию которая будет работать допустим для двумерных данных на самом деле можно было бы сделать то же самое с меньшим количеством внутренних слоев но конструкция была более сложной мне сейчас было проще объяснить более простую конструкцию я просто хотел продемонстрировать что вот такая архитектура она действительно действительно универсальна несмотря на то что та нелинейность которую мы добавили она оказалась бы очень такая ну не то чтобы это какая-то сложная функция мы просто вот берем половину пространства отправляем в ноль но вот оказывается что такой нелинейности вполне хватает потому что мы благодаря этому можем склеивать нашу функцию из кусочка чего мы не могли бы делать если бы у нас отображение было бы просто просто линейным вот ну вот значит это вторая важная идея которая во всех этих нейросетях фигурирует по крайней мере на уровне теории на уровне практики даже если вы доказали что нейросеть может приближать любую функцию конечно это не означает что вам удастся ее обучить хорошим способом так чтобы она бы хорошо эту функцию приближала а еще совершенно непонятно почему почему та нейросеть которую вы таким образом обучите почему она будет хорошо работать с точки зрения именно предсказания значит каких-то данных которых она не видела почему результаты предсказания нейросети будут хорошо обобщаться это в какой-то мере загадочная вещь потому что человечество не совсем понимает почему это так почему те нейросети те нейросетевые архитектуры которые сейчас используются почему они хорошо работают теоретически они могли бы ужасно переобучиться теоретически у этих нейросетей которые на практике используются очень много параметров и можно было бы подогнать эти параметры под любые данные почему тем не менее они умудряются хорошо предсказывать результаты, именно результаты на тех данных, которых они не видели, не совсем понятно. Предполагается, что это как-то связано с особенностями именно алгоритмов оптимизации, с особенностями стокотического градиентного спуска. Но пока что никакого окончательного решения тут нет. Я, по крайней мере, не знаю. Ну и напоследок хочу еще раз сказать, что несмотря на то, что я целую лекцию сейчас рассказывал про эту архитектуру многослойный персептрон, на практике они практически не используются. Дело в том, что на практике нейросети, как правило, не используются для таких данных, но типа когда у вас есть табличка, в табличке есть какие-то столбцы с понятным как бы смыслом, и этих столбцов не очень много, скажем, там 10 столбцов или даже 20 столбцов. Вот в такой ситуации нейросети, как правило, не используются, а используются какой-нибудь градиентный бустинг или какие-то решающие леса или даже какие-то логистические регрессии. Но нейросети в действительности начинают использоваться там, где у вас возникают какие-то более сложные структурированные данные. Просто потому, что на простых данных обычно бывает слишком мало, и вашу нейросеть вы не сможете просто эту нейросеть нормально обучить. Ну, теоретически можете попробовать. У вас в соревновании есть какие-то данные, вы можете теоретически попробовать и нейросети использовать. Скорее всего, ничего хорошего из этого не получится. Скорее всего, какой-нибудь случайный лес или градиентный бустинг, или я не знаю что, сработает лучше. Но если у вас данные более сложные по структуре, если это, например, картинки или тексты, тогда нейросети с более сложными архитектурами, чем я сейчас рассказал, используются весьма активно, и это сейчас вот такое State of the Art, это то, что на самом деле используется. Вот. Ну, вот такая история. Есть ли какие-нибудь вопросы? Что, совсем нет вопросов? По-моему, так не бывает. Почему дропаут работает? С дропаутом в какой-то мере более понятно. Значит, что такое дропаут? Дропаут – это такая история. В процессе обучения можно случайным образом, каждый раз, когда вы делаете очередной шаг вашего градиентного спуска или очередную эпоху, вы можете пронудительным образом выключать какие-то из нейрончиков. То есть, говорит, что, окей, вот в этот момент этот нейрончик вообще не будет работать. У него, как бы, значение будет просто нулевым. Почему эта штука работает? Ну, предполагается, что она делает вашу нейросеть более устойчивой. То есть, если вы… Ну, неформальное описание, которое предложил Стивен Мерити, есть такой исследователь, такое, что дропаут работает, потому что, если вы научились выполнять какую-то задачу, будучи сильно пьяным, то наверняка вы сможете ее выполнять даже лучше, будучи трезвым. Значит, дропаут в некотором смысле делает вашу нейросеть пьяной, благодаря тому, что он выключает какие-то подсистемы этой нейросети случайным образом и заставляет нейросеть не слишком сильно полагаться на результаты отдельных нейрончиков. Вот. Оказывается, что это действительно очень такой эффективный метод. Ну, вот, работает он, видимо, просто потому, что добавляет в процессе обучения некоторый шум и заставляет нейросеть быть более устойчивой к шумам. Это, в общем, примерно то, что мы хотим. Ну, опять же, это такое немножко неформальное описание. У меня нет на эту тему, как бы я сейчас не могу сказать, никаких сильно хороших теорем. Ну, вот там, возможно, Дмитрий Петрович Ветров, который занимается байсовскими методами в нейросетях, у него есть некоторый способ интерпретировать дропаут как такой байсовский метод, возможно, у него и там в его группе есть какое-то более хорошее понимание на эту тему, именно теоретическое. Но, там, в общем, насколько я понимаю, человечество в основном довольствуется тем, что работает, а почему, ну, предмет некоторого текущего теоретического ресерча. Да, Денис, я отвечу вам. Хорошо. Так, ну что, есть ли еще вопросы? Хорошо. Ну, тогда спасибо. И на сегодня все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...